Вы когда нибудь видели ограничение на покупку наушников на одного покупателя на алиэкспрессе? А в магазине анкер на эту модель оно есть. Более 6000 заказов. В пожеланиях достигнута максимальная цифра в 9999 сердечек. И больше даже при нажатии на сердечко не становится. У них и правда хороший звук. Достойная автономность и универсальный дизайн. Хотя как и у всего недостатки есть. Толпа редко замечает нюансы. Блютус конечно же версии 5.0 и с задержкой в принципе всё адекватно. Тюб 471 Всем привет вы на канале Польза нет и здесь только быстрые ёмкие обзоры, минимум воды и максимум полезной информации. Мата на канале нет, а ещё раз в месяц я разыграю по 5 фитнес браслетов ми бэнд 4 рандомно на канале, ссылка которого в описании к ролику. За лайк, подписку с колокольчиком и комментарий к любому из видео. Итоги в прикреплённых комментариях к стримам. Отзывы победителей в группе вконтакте. А про обозреваемые сегодня наушники можно сказать однозначно, что качество здесь проверено временем. В продаже эта модель довольно давно, её всё ещё рьяно покупают. И конечно несмотря на это блютус здесь версии 5.0. Теперь тезисно о наушниках анкер саундкор либерти нео твс тру. Упаковка добротная, без особой фантазии, но претензий ей предъявить не за что. Всё сделано качественно, распаковываем, запаха химии нет. Хотя я был к нему морально готов. На коробке много полезной информации. Но на глаза попалась в первую очередь надпись IPX7. Защита от влаги этого стандарта довольно сильна для лоукостового сегмента ушей. Мораль проста – защита от временного погружения в воду в наушниках есть, в боксе нет. В душ в наушниках я ходил, они не погибли, но вам не советую повторять. Дождя однозначно можете не бояться. Комплект – наушники, бокс зарядки, документация и много разных амбушюр плюс фиксаторы для спорта. По амбушюрам не позорные, но однородные, есть дополнительные насадки для фиксации в ушах для спорта, смысла в них особого не вижу. Наушники и так сидят как влитые. Штатные амбушюры я бы конечно поменял. По боксу – круто, что разъём для зарядки закрыт резиновой заглушкой. Не круто – это габариты кейса, которые прямо кричат – в карман меня не класть, не то подумают. Вес бокса без наушников – 43 грамма, размеры – 4 сантиметра на 3 и на 8 сантиметров. Потерять такую штуку будет сложно. Бокс глянцевый, с напылением серебрянки на сером фоне под лаковым покрытием. Бокс моментально покрывается отпечатками пальцев, но в то же время не царапается. Выглядит прилично. Одной рукой открыть можно. При тряске крышка не открывается. Люфт у крышки незначительный. Под выемкой для более удобного открывания крышки есть три диода индикатора батареи. Аккумулятор в боксе на 600 мАч. Провод для зарядки длинный и качественный. Форм фактор – печальный микро юсб. Три полных перезарядки бокс обеспечивает. По самим наушникам. Собраны качественно. Форма бочки. Размеры по мне огромные, но наверно в этом и кроется их суперспособность. Наушники за неделю использования в городской среде ни разу не ловили даже минимальные помехи. Тестировал на улице я их с телефоном в анпласс 7т про. И так стабильно у меня не работали ещё ни одни уши, ни за 9 долларов. В блютус версии 5.0 по одному наушники не играют, одиночно можно использовать только правый наушник. Автономность на 100 процентах громкости 4 часа ровно. Но хотя многие могут сказать, что запаса громкости здесь мало, я в корне не соглашусь. На 100 процентах после получасового прослушивания рхчп у меня ощущение проседания слуха было ещё часа 3. Я даже думал уже к лору идти. Рекомендую выше 80 процентах громкости наушники не использовать. На 80 процентах уши кстати играют 4 часа 40 минут. При поиске устройства диоды расположенные в ушах мигают белым светом, не особо ярким. При проигрывании музыки диоды не мигают. Амбушюры желательно поменять. Спортивные крепления для использования при занятиях спортом смысла использовать не вижу. Наушники сидят в ушах как литые. Под шапкой носить наушники неудобно, выглядят в ушах наушники по мне несуразногабаритными. Но выигрывают по цвету и форме, для многих могут быть незаметны. Кнопки для управления механические. По функциям плей пауза, ответ на звонок и сброс звонка. Плюс вызов голосового помощника. Увеличение и уменьшение громкости с ушей не сделать. В шторке у телефона оставшийся заряд наушники показывают адекватно. Работают с кодеками AAC и SBC. Сопрягаются быстро, после сопряжения подключаются сразу после изъятия из бокса к последнему сопряжённому устройству. Поддерживают полный сброс настроек. Восьмисекундным зажатием кнопок ушей пока они находятся в боксе вы можете вернуть их к заводским. Размеры как я и говорил космос. 2 см на 2,5 см на 1,5 см. Задержки в ютьюбе нет. В играх задержка минимальна. Вот вам для примера. Теперь пример работы микрофона. И да, он не такой уж ужасный как я ожидал. Бонусом идёт защита от воды IPX7. Хоть в душ идите, но всё равно это нежелательно делать. Я думаю могут умереть, хотя мои несколько тестов с достоинством наушники пережили. Звук. Затычки. Значит с упором на бас. Я боялся здесь низкие будут перекручены. Но ошибался. Хорошее ровное звучание. На высокой громкости не хрипят. Низкие частоты средние не поедают. Ощущение объёма присутствует. Басы качают. Шумоподавление только пассивное. Но на максимальной громкости вы наверное только запуск ракеты рядом сможете услышать. Так что аккуратнее приноски, особенно в больших городах, тем более на пешеходных переходах. Бегать в них не советую. Как и в любых затычках при неправильном подборе амбушюр в уши будет отдаваться каждый шаг. Ну и как всегда болезнь вдавливания больших наушников при использовании кнопки вам в мозг тоже присутствует. 2200 отзывов на алиэкспрессе подделать довольно сложно. 87% отзывов на 5 звёзд. 9% на 4 звезды. Итого имеем 96% положительных отзывов, что более чем неплохо для такого товара. Вы же знаете, что я плохого не посоветую. И здесь я довольно непривычно для себя, я согласен с большинством покупателей. За 36 долларов с бесплатной доставкой по ссылке в описании к видео, уши считаю достойными, и в сотый раз как из 36 долларов сделать 29. Просто используйте купон первого покупателя, кэшбэк обычный программный, можете тот что у меня в описании к видео, а можете любой на свой выбор, и кэшбэк по карте. У меня он кстати по карте бодрых 5 процентов, но банк не назову, иначе сами понимаете, реклама получится. Резюмирую. Кого не смущают габариты и микро юсби для зарядки – советую. Добавляйтесь в телеграм канал, там дадут ответы на все ваши вопросы, может быть чуть-чуть над вами пошутят. Все контакты в описании к видео, на канале нет хамства и мата. Стримы провожу еженедельно, канал на котором проходят стримы и розыгрыши также в описании к видео. Пишем что ещё купить на обзор, девайсу да или нет польза нет даст ответ. Добра и удачи вам дорогие друзья.